До пропущенного мяча мы полностью контролировали хоть поединки. Это была наша игра. То есть мы не имели права ее отдавать. Но в футболе так бывает, что пару ошибок и забит пропущенный мяч, все может перевернуться вот на долг. В итоге это и произошло. Тем более кубковая игра, самодача, желание это все было, присутствовало. И потом, когда счет стал один на один, здесь уже было равновесие. Кто забил, кто-то забил. Мне кажется, игра должна была понравиться зрителям. Готовная кубка. Энергозатратный матч у нас был с Борисом. Все-таки мы в бестерон играли две трети матча. Были сложности с центральной линией. Один раз травмированный рожок Керубницкий. Мы искали какие-то варианты. В принципе, как сегодня команда играла, исходя из того, что есть. Претензий так ребятам нельзя предъявить. Во втором игру тайм у нас был план на усиление с выходом Андрея Горбача. Дальше могу согласиться, что кто забьет у трейбу, к сожалению, не хватает нам ценности на стандартах. Стандарт – это у нас бич. Хотя, конечно, Лаптев сильный нападающий просто продавил. Поэтому поздравляю соперника с победой. Желаем дальнейших успехов в кубке в чемпионате. Радуста лица НССР. А теперь, Николаевич, не обидно, что команда, судя по всему, останется без «Еврокубков» на следующий сезон? Или все-таки задача главная была с ограниченностью? Есть. «Еврокубки соберите чуть-чуть. Команды не было. Где вы видели команду? Команда создается. Где вы наследует команду? Надо задачи решать по мере поступления. Команды нет. Вы «Еврокубки» хотите. Десять лет назад вы «Еврокубки» выходили». Спасибо. Есть еще вопросы? О, Тул Борисович. Мы больше одного мяча забить не можем. У нас пока не появится нападающая атака будет продолжаться? Ну, если только вы увидите, откуда он появится. У нас все окно закрыто. Где он появится? Ну, понятно. И только получается… Мы могли иметь план усиления. У нас очень сильные центральные полузащитники. И Рудницкий. И Рожок. Мы могли выше поднять. И Климовича. Климович, я считаю, неплохо смотрелся на падение. То есть у нас есть ограничения в людях. Поэтому… Задача не пропустить. Нам не надо много забивать. Нам надо забить один. И забивать три очка в чемпионате. В следующем году будет забивать по три. Где многое от кого перенимал, от кого перенял. То, что я никогда не уважаю в тренерскую работу по вратарям. Это очень узкая специализация. Поэтому это надо задать вопрос. В принципе, мы не ошиблись. Журовым, когда после Минска поставили его на Белшину, он отвергал. Уверен. В принципе, здесь у нас есть, скажем так, железный номер один. И очень хороший номер два. Если бы были они, скажем, равноценными, можно было тасовать. Но я считаю, что это ни к чему. Ну, опять же, это вопрос именно по вратарям, это его. И этого вопроса даже не лезут. Он, я называю 10 человек, он 11. Понимаю. Уверен. 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 Уверен.